Доброе время суток, уважаемые слушатели, зрители. Сегодня мы с вами поговорим о проблемах, его функции, так называемых желез внутренней секреции, которые составляют эндокринную систему. И поговорим о влиянии этих желез и их продуктов, которые они вырабатывают. На организм человека, на поведение, на его здоровье. Потому что очень часто эти невидимые на глаз и не реальные выступающие части нашего организма, они играют важнейшую роль в жизнедеятельности человека. Что такое эндокринная система, зачем она в нашем организме, для чего она нужна? Дело в том, что все системы человеческого организма, остальные, они направлены на контакт с окружающей средой. Действительно, смотрите, мы дышим воздухом, который нас окружает, мы едим пищу, которая нас окружает, мы реагируем на раздражители внешней среды благодаря нашей нервной системе и так далее, и так далее. Но существует система, которая регулирует работу самого организма. То есть все биохимические, все обменные процессы, они должны контролироваться каким-то органом, какой-то системой. И такая система есть, она называется эндокринная система, то есть эндос – это внутреннее состояние, и органы этой эндокринной системы называются железо-внутренней секреции. Их достаточно много, и о некоторых из них мы поговорим сегодня, о ком-то мы поговорим в следующий раз. И вы познакомитесь и будете знать, как работает эта система. Железо-внутренней секреции вырабатывают вещества, которые называются гормоны. И вот эти гормоны, они регулируют практически все жизненные процессы в человеческом организме. И если системы работают нормально, то процессы в человеческом организме и обменные, и на уровне клеток, и на уровне, скажем, органов и систем других, они работают нормально. В случае какого-то сбоя, в случае каких-то нарушений возникают те или иные патологические моменты, о которых мы тоже будем говорить. Давайте сейчас с вами начнем знакомиться с железами внутренней секреции более подробно, по очереди, и с первой железой, с которой мы встретимся сегодня. Это будет щитовидная железа. Располагается она в районе щитовидного хряща. Такой подковкой, полисами вверх, она располагается на гортане, и, наверное, чуть-чуть на трахеи, чуть-чуть на гортане, и на глаз она не очень не видна, если в норме. И эта щитовидная железа вырабатывает определенное количество гормонов, которые оказывают довольно специфическое влияние на организм человека. А именно, гормоны щитовидной железы регулируют рост клеток. То есть, благодаря этим гормонам клетки размножаются, клетки растут, и возникает клетчатый обмен. Старые клетки уходят, умирают, выводятся из организма, новые клетки зарождаются, растут, и клетки продолжают функционировать, и контролируют это гормоны щитовидной железы. Кроме этого, есть еще одна важнейшая функция у гормонов щитовидной железы, а именно, гормоны щитовидной железы регулируют процессы обмена веществ, причем в плане увеличения обмена или замедления обмена веществ. И вот, сейчас я вам расскажу о симптомах проблем, связанных с щитовидной железой, и прошу обратить ваше внимание применительно к себе, к своим близким, может быть, иногда вам это поможет, в плане, ну, скажем, заподозривания диагноза. Увеличение функции щитовидной железы, или так называемый гипертиреоз, он вызывает определенные изменения поведения человека, то есть усиливаются процессы обмена, человек начинает вести себя, ну, скажем так, неадекватно, а именно, меняется характер, человек становится очень таким, как бы сказать, не впечатлительным даже, а чувствительным, меняется отношение к окружающей среде, меняется восприятие, казалось бы, какая-то мелочь может вывести человека из равновесия очень быстро, он то смеется, то плачет, любой, ну, совершенно незначительный повод может вызвать истерику плача, истерику смеха, и это, на взгляд других людей, выглядит совершенно неадекватно. Значит, глаза, меняется лицо, глаза становятся немножко выпуклыми, они становятся такими, как бы, да, человек вот с горящими глазами, говорят, вот это человек, у которого повышенная функция щитовидной железы, и довольно часто поведение таких людей вызывает, ну, настороженность у близких, и они так тихонечко стараются показать такого больного, такого человека к психиатру. На самом деле, психиатр здесь совершенно ни при чем. Достаточно консультации эндокринолога, любой маломальский грамотный специалист сразу отправит на анализ гормона щитовидной железы, и все станет ясно. Это заболевание корректируется неплохо препаратами, снижающими функцию щитовидной железы, и человек будет чувствовать себя очень хорошо. Другое дело, что нужно понимать, что с ним происходит. И вот довольно часто мы этого не понимаем, рассматриваем человека совершенно в другом контексте. Пониженная функция щитовидной железы приводит к проблемам обратного свойства. Замедляются процессы обмена, не выводятся полноценные жидкости соли из организма, больной становится таким отечным, чаще всего, больше всего, отекают ноги, не становятся такими большими, как у слона, и даже вот есть такой термин, слоновая болезнь, или правильно ее называть по имени автора, описавшего впервые доктора Базеда, французского врача, и получил название Базедова болезнь. Основным таким моментом, сопровождающим Базедову болезнь является бесплодие. И очень довольно часто причина невозможности женщины забеременеть как раз является снижение функции щитовидной железы. Поэтому, вот, когда возникает момент выяснения, почему не наступает беременность, одним из первых моментов, которые нужно сделать, это посмотреть гормоны щитовидной железы, как бы странно это ни показалось, да, где половая сфера, где щитовидная железа, но тем не менее, очень часто причина бесплодия, это снижение функции щитовидной железы. Значит, надо знать, что все гормоны щитовидной железы содержат в своей структуре элемент йода, молекула йода. Поэтому при снижении йода в организме страдает щитовидная железа. С йодом возникает, с одной стороны, ситуация проблемная, потому что йода очень мало в природе, в овощах и фруктах практически нет, в продуктах тоже, которые в основном мы едим. Йод не откладывается в организме, поэтому то, что попадает, сразу используется по назначению, и все было бы очень печально, если бы не одна природная особенность. Дело в том, что практически вся артезианская вода, которую мы пьем на земном шаре, она содержит растворенный йод, и этого оказывается достаточным для того, чтобы в норме поддерживать концентрацию йода, необходимую для деятельности щитовидной железы. Ну, есть несколько районов на земном шаре, где вода почему-то йода не содержит, но там выходит из положения по-другому. Туда завозят соль с растворенным йодом, так называемую йодированную соль, и эта соль, употребляясь в пищу, приводит к полноценному замещению йода в воде. Кроме того, единственные продукты, которые полноценно содержат йод, в довольно большом количестве, это морская капуста и морская живность не рыбы, а именно живность моллюски, креветки, всякие там ракообразные, вот они содержат йод в большом количестве, но это не значит, что нужно налегать на эти продукты. Опять же, повторюсь, что йод не откладывается в организм, он очень быстро из него выводится, поэтому, если вы не любите этот вид еды, то не надо себя насильно впихивать в эту еду, бессмысленно. Лучше пройти анализы, посмотреть, как работают гормоны. К сожалению, такой вид воздействия на человека, как радиация, резко снижает функции щитовидной железы, и у людей в той или иной степени подвергшихся радиоактивному излучению, щитовидная железа не может быть здоровой по определению. Поэтому, если был когда-то контакт с радиоактивным излучением, то необходимо обследоваться по поводу патологии щитовидной железы и принимать соответствующие меры. Так что, вот, обратите внимание на особенности работы этой железы, и, вот, если будут вопросы, в том числе, по, непосредственно, по вашему личному здоровью, по здоровью детей, то, пожалуйста, обращайтесь. Проблемы щитовидной железы могут быть и у детей тоже, так что обращайте на это внимание. А на сегодня мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и берегите себя.